всем привет меня зовут евгения мне 32 года у меня двое детей артур и кристина я решила завести такой манский блог не знаю всех проблемах переживаниях хочу немножко рассказать этот блог в основном у нас будет о детях о семье о проблемах ну и не только проблемах вообще обо всем также как и у многого населения у меня есть как у всех кредиты ипотеки проблемы с этим мне звонят банков каждый день пытаемся сейчас решить этот вопрос как быть как сделать лучше все-таки в долговой яме сидеть не хочется по своей ошибке ушла с работы думала найти лучшее но так и не получилось сейчас я данный момент работаю в больнице ну как сказать не особо хорошая зарплата с такой зарплаты и не протянешь куда у тебя ипотека в 12000 и еще кредитные карты ну ладно не будем плохом что я хочу сказать то что этот блог у меня в основном манский это я и мои дети все больше ничего здесь не будет так что кому интересно присоединяйтесь подписывайтесь ну а кому не интересно можете идти дальше так что так сегодня мы с дочкой ходили гулять на улице за все время было ну стало тепло уже хорошо тепло 25 26 градусов до этого мы сидели дома всю неделю потому что лили дожди и 16 градусов на дачу есть ли у нас пропала вся клубника которая была но мы успели и наедться поэтому принципе и так пойдет в шелках буду расхлебывать то что накопила вот кому интересно оставайтесь со мной мне тоже интересно что из этого выйдет не буду я еще больше яме или я вылезу наконец-то с этих долгов и буду дышать спокойно и кто-то тут у нас лежит ну что ж я сварила суп на обед вечером еще думаю может пожарить племени приготовлю и сварю манную кашу а сейчас мы идем гулять ну и что мы тут прыгаем ну 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 покажи прическу я конечно мать года плести не особо умею ну пойдет кепку нашла сейчас возьмем кепку и пойдем на улицу ну иди нажимай то мне пакет мусорный ну рассказывай куда мы пойдем гулять опять на эту площадку а мне там скучно так наконец-то у нас наладилась погода всю неделю шли дожди мы сидели дома было холодно 16 градусов вот сейчас намного лучше конечно стало что я хочу сказать хочу наладить свой график ну в каком смысле я вот сегодня встала в полудельнику в 9 утра я успела переделать все дела успела и приготовить и убраться сейчас вот вышла гулять с ребенком так вот меня отвлекли на улице сейчас пришли домой менять график на 9 вставать хотя бы ну вот за это время я много успела сделать дел так что вот так такие вот дела завтра поедем к родителям небольшие проблемки у нас надо будет решить не знаю что из этого выйдет я в каком-то замешательстве мы посмотрим что будет завтра ну так еще у меня дочка захотела пойти на гимнастику не втерпешь ей до сентября подождать вроде лето каникулы вот и она хочет сходить у нас тут напротив открыл открылась как сказать гимнастический зал есть там не только зала но и танцы вот 6 часов они откроют сейчас время 4 то есть они сейчас закрыты могут гуляли ткнулись в двери и ушли вот 6 часов сходим с ней узнаем ну и все я ее отправлю домой будь сидеть сыном вот муж пока на работе ну и все я побегу на свою любимую работу но ничего в принципе там не сказать что сложно вот я пойду в ночную смену нормально нормально работать 22 день ночи цепной входной же до графику ничего надеюсь все пойдет дальше в лучшую сторону буду надеяться на лучшее а мне кажется у нас намечается дождь мы вовремя пришли домой тучи со всех сторон тут вот тоже черные тучи черные и тут тучи надеюсь страной пройдет между на работу еще идти а мне еще нагибать надо хоть ребенку позвонить старшему где он есть то ну что я вам показать дождь все-таки пошел но не такой сильный но идет сейчас плиту помою пожарю пельмешей чуть-чуть еще посижу чуть-чуть посижу и пойдем в эту студию сходим с дочкой спросим узнаем пойдем конечно потом охота целый день просидишь дома уже никуда не ходит не хочется делать и поделаешь посидишь а потом все таки жирный график он такой как мне он не очень нравится уж лучше два дня в день поработать и на выходной идти как моя дочь говорит быстрая съемка в мытье посуды ну что ж я решила что еще я вспомнила я вспомнила когда лет 15-20 назад мы вели личные дневники мне кажется все так делали личные дневники и анкеты музыку свою записывали до песни то есть я имею ввиду вот а сейчас подумала вместо этого теперь идет как видео дневник каждый день записываешь все снимаешь то же самое только был личный дневник это теперь видео дневник так вот откроешь лет через десять до посмотришь в какой ты задница жила да и в какой сейчас видишь может еще хуже будет чем было а может все лучше сторону пойдет я надеюсь конечно на лучшее будем ждать будем думать будем выходить из положения в общем-то смотреть ну что кратко о погоде на сегодня мне через час выходить на работу интересно как я туда попаду очень хорошо вымокнем пока дойдем но я надеюсь зачастую все пройдет дождя не будет код каспер сидит тоже хочет на улицу там воздух сейчас такой ну короче погода испортилась вот она и нагнала тучку ветер был как не знаю кто каспер каспе погладим котика погладим котика дождь дождь кто-то останется дома мне кстати вот это уже какой раз и в ночь еду и вечно вот к 6 вечера начинается дождь вот вторая кошка пришла кс-кс-кс они хотят на улицу на улицу оба выгулить их в деревню поехать да собрать их с собой пусть там гоняют по двору или на дачу да кошка картошка и кота бармот кошка картошка и кота бармот ну что пельмени я пожарила забыла что я дочери обещала сварить кашу вот интересно все любят жареные пельмешки со сметанкой я обожаю мне кажется все это любят на смотри это мне кажется самая вкусная еда так кто-то у меня пельмень теряет короче ребенок не спустил все видео горячий тут сидит кошка вот сидит вон там короче сейчас покушаем пельмени попьем чаек и будем собираться так а ты брысь мы решили сегодня доехать до дворца спорта звезды на улицу погода позволяет очень тепло дочь катается на машинке фонтаны сегодня не работают техническое обслуживание скорее всего после дождей дворец спорта здесь ремонтик сделали раньше было тут все по-другому абсолютно ну что ж ребят время пол девятого вечера я только проснулась что-то ночка у меня была какая-то не не очень не на в течение дня вставала и утром пришла до 12 поспала потом от устали съездили а дворец спорта звезды там погуляли ну вот и потом я отправила мужа на работу и прилегла в 7 часов я где-то и уже пол девятого встала вот час наверное сделаю дети захотели панкейки ну и что-то еще покушать надо картошечку пожаре наверно да и все все в принципе и мой день подойдет концу вечером включен с какой-нибудь фильмец посидим посмотрим так что так к родителям и сегодня не смогли поехать муж так и не сделал машину он бы не успел потому что ему 6 часов уходить на работу а вот пока мы съездили туда дворец спорта пока там погуляли время уже было наверное час не был даже не час уже три часа было поэтому он бы не успел это надо было лететь ничего другой раз поедем поговорим будем думать что из этого выйдет вообще не знаю и даже не знаю что сказать что будет просто вроде думаешь как бы но не нужно об этом до рассказывать это вот более такой проблемы такая семейная ну а как быть мне кажется все в такой яме сидят и не так легко оттуда выйти вот а я буду как живым примером к что ли как вообще оттуда как вообще с этим жить с этим я живу не первый год я никак не могу выйти с этих долгов наконец-то в этом призналась как бы мужу ругался сильно я с ним ругалась ну лучшая горькая правда чем сладкая ложь так что посмотрим что будет дальше